Первые в истории современной Армении внеочередные выборы в парламент завершены. Явка невысокая по сравнению с предыдущими выборами, но зато, по общему мнению, результаты честные и чистые. Ни о каких сколько-нибудь серьезных нарушениях наблюдатели, в отличие от всех предыдущих кампаний, не сообщают. Блок ЕЛК Никола Пашиняна набрал более 70% голосов. Это более чем убедительно. Убедительно. Но для многих московских армян неудивительно. Уже после вынужденного ухода команды Сержа Сарксяна многие говорили, что так и будет. А главное, что так должно быть. Своё мнение они не изменили. Я выражала радость по поводу того, что этот клан Сарксяна ушёл из власти. Самое важное – вот это. Потому что так продолжаться уже не могло. Отчаяние народа достигло высшей точки кипения. И представить себе невозможно, что в наше время, в мирное время, были созданы условия для исхода народа со своей родиной и коренной территорией. Не по поводу нашествия, не по поводу вражеских каких-то нападок, а из-за экономических причин, которые, в принципе, могло бы и не быть. Или, по крайней мере, они могли быть намного более щадящие. Авторитетный политик, отец вооружённых сил Новой Армении, нарад Терр Григорянц, недоволен, что, цепляясь за власть, Сарксян сменил форму правления. Я недоволен тем, что ещё господин Серж Сарксян привёл к такому моменту, когда государство, президентская республика превратили в парламентскую республику. Почему? А потому что страна находится в состоянии войны. А страна, находясь в состоянии войны, парламентской республикой не управляется. Там требуется вообще совсем по-другому. Генерал – критик любой власти. Если так, вместо того, чтобы разумно править, набивает карманы. Политическое фиаско в недавнем прошлом правящей республиканской партии Армении, по его мнению, потому и было неизбежно. Но то, что произошла вот эта бархатная революция, и вот убрали руководящий состав или там партию эту, которая допускала огромные ошибки в вопросах, особенно социальные вопросы, экономические вопросы, рабочие места они создавали. Масса людей уезжала, знаете, как цыгане, прошу прощения, за рубеж, в другие страны искать работу, кормить детей, кормить страну свою и так далее. Вот это я был недоволен. Почему? Конечно, сложно, трудно от себя создавать рабочие места, но надо постараться. Любой, хоть карандаш выпускает, хоть почему-то стоят огромные предприятия, электролампы, завод обеспечивал весь Советский Союз белорусами, лампочки, стоит пустой и так далее. Могли бы там какие-то диоды выпускать. Можно было бы договориться с какой-то страной, что хотя бы места. На Ирит. Это огромные 12 тысяч людей работало, остались безработами, что нельзя было выпускать что-то на Ирите или Кирилл-Афганский и так далее. То есть я с этой точки зрения, да, я просто критикую руководство страны, которое не смогло обеспечить то, что должно было обеспечить. А это приводило к нищете, это приводило к недовольству народа. А они не работали в интересах народа, а еще поддерживали людей, которые против народа. Вот это и привело к тому, что их полностью попросили уйти. Лидер армян России Ара Абрамян в ответ на любопытство журналистов, кому он отдал бы свой голос, если бы участвовал в выборах, использовал законное право не отвечать. Это тайное голосование было бы, я бы, наверное, тоже использовал это право, голосовал бы тайно. Правда своего удовлетворения результатами выборов Абрамян не скрывает. Я смотрел, следил через телевидение, слышал мнения наблюдателей. Не было таких нарушений, которые могли бы влиять на результаты выборов. Это очень радует. Это первый. Второй, народ делает свой выбор. Это очень важно. Мне кажется, сейчас надо консолидировать общество, нам надо сейчас всем успокоиться и начинать работать. Очень важно сейчас нам выполнять все обещания, которые вовремя выбора дали. Народ нуждается в серьезных изменениях. Охоты на ведьм и сведения счетов никто не хочет. Но злоупотребления предыдущего руководства должны быть осуждены. Причем по закону. Ведь они-то и вызвали революцию абрикосов. Кто-то должен нести ответственность. Но это не должно нести характер некого всеобщего общения каким-то структурам, каким-то людям, кланам, сословиям. Это действительно должно все происходить в законодательном поле. И очень еще важно, чтобы мы могли совместно работать. Уже не было черных и белых. Вчерашних, сегодняшних. Чтобы не было то гонки, которые там партии друг другу наговаривали. Мы даже не должны забывать, что есть у нас Карабах, у нас есть проблемы. У нас Адербайджан пока еще не перестал агрессивной политикой против Армении. Есть турцы, которые тоже не перестают, знаете, постоянно, даже не теряя шанс, любой шанс использовать против Армении свою агрессию показать. Люди возлагают на Никола Пашиняна огромные надежды в сфере разумной внутренней политики. В первую очередь в социальной сфере. Что я думаю по поводу прихода власти Пашиняна? Пока для меня это вопрос. Поживем, увидим, как говорится. Потому что очень много каких-то разных мнений, общее воодушевление. Большое, конечно, все надеются. Но мы надеялись и в 90-е, что мы перестраиваем, а не разрушаем все, что было создано нашими отцами и дедами. Но иногда народ тоже ошибается. На волне вот этого эйфории перемен иногда можно и совершить очень большие ошибки. Но я очень надеюсь, что к власти придет группа людей, которая действительно заинтересована в процветании своей Родины, а не в своих личных интересах. Генерал-Альтер Григорянц убежден, что победа блока Пашиняна закономерна. Но теперь главное – последовательная политика в интересах народа. И привлечение к ней настоящих профессионалов. 70% – это партия Пашиняновская, да? Ну и Царюкяна там партия вошла. Ну и ничего, это не одна партия. Но еще возникнет, наверное, все равно попробует хотя бы так. Дело не в партийности, понимаете? Да, партии предназначены не для захвата, а для интереса того, чтобы пришли к власти. Да. Но вы знаете, что ценность-то не в том, чтобы к власти пришел. Ценность в том, чтобы пришли люди порядочные, организованные, дисциплинированные, преданные и работоспособные, и деловые профессионалы. Для Ара Абрамяна особенно важно, как будут выстроены отношения нового руководства с трехмиллионной российской диаспорой. Не надо забывать о диаспоре. Говорить диаспора и не вести идеолога диаспора тоже непонятно. До сих пор я не видел четкого, ясного идеолога диаспора, роль диаспоры развития Армении. Тоже пока я не слышал, даже близко ничего нету, ни одного программы я не слышал. Симпатизанты Армении в России отмечают, как положительное свойство народа, мобилизоваться в борьбе за свободу. Владимир Жириновский даже склонен провести параллели между армянской танцующей революцией и активностью желтых жилетов во Франции. Это, по его мнению, должно стать предостережением всем правящим партиям. Лидер ЛДПР – постоянный участник армянских форумов. Проблемы страны он знает на зубок. Важнейшей задачей считает прорыв транспортной блокады, счет которой идет уже на десятилетия. Мы должны перед новым руководством Грузии поставить более жестко хотя бы параллельму транспортную. Начать сообщение поезд Ереван-Белиси-Сухуми-Москва. Должен быть самый лучший поезд, полная безопасность, чтобы и пассажиры, и грузы спокойно перемещались из Армении и Грузии в Россию и обратно. Посмотрим, у нас с ними нет дипотношений. Это ведь поезд не просто Ереван-Белиси-Москва, это до Гамбурга, от океана до океана. Взяли, зажали Армению со всех сторон. Со всех сторон. В Иране еще начнется какая-нибудь заварушка? Вообще в блокаде будет. Целый народ в наше время, так сказать, блокада. За что? Армяне никаких действий не совершали, никаких законов не нарушали. А вот взяли и заблокировали целую страну и мешают ее развитию. Это недопустимо. Поэтому мы должны добиться, чтобы в масштабах Европы было какое-то принято решение, чтобы снять немедленно транспортную блокаду с Армении, открыть границу с Турцией, чтобы поезда Еревана, Карас, Стамбула дальше могли спокойно идти. На Карабахскую проблему у Жириновского свой, уже давно неизменный взгляд. Исключить давление на Карабах, на Абхазию, на Осетию, Приднестровье, Донбасс, чтобы создать, убрать границы, таможню убрать. Люди сами выберут общий язык русский. Вы же, армяне, не будете учить азербайджанский и грузинский. Хотя азербайджанцы с вами будут по-русски говорить и грузины. Всем выгодно русский язык. Как Прибалты. Что? Прибалтке три языка учить? Латышский, литовский, эстонский. Нет. Один язык. Поэтому язык русский есть. Давайте рубль. Чем хуже евро? Пускай будет национальная валюта и рубль. И все везде принимается. Паспорт. Два паспорта. Вкладыш, как угодно. То есть как бы идея такого второго малого СНГ? Ну, более организованного. Второй ЕС. Давайте ЕС-2. Евросоюз-2. ЕС. ЕС-2. Вот мы. Но назвать его Российская конфедерация. Что ж, надежды пока питают и армян, и их многочисленных друзей. Мы надеемся. И здесь роль интеллигенции и достаточно трезвой части общества очень велика. Потому что народ, он может, как я говорила, уже впасть в некую эйфорию, в ожидание некого чуда. А сознательная часть общества должна стать противовесом всем возможным искажениям и уходом в некий не тот путь, как говорится. Это неправильный путь. Вот это было бы самое прискорбное для нас, если бы мы оказались в западне новых ловушек, новых каких-то политических игр. Мы знаем, что мы всегда исторически находились между двумя огромными силами – Западом, Востоком. Поэтому здесь нужна очень большая мудрость народа, дипломатия и суметь настоять только на своих интересах.